Как известно со времен Пушкина, история народа принадлежит поэту. Один из самых острых исторических вопросов нашего времени, украинский, решается в том числе и в поэтическом осмыслении. Долго не было беды, долго. Долго не было войны, долго. Успели дети подрасти, успели внуки подрасти, а правнуки пока что не успели. И сын сказал, я ухожу, прости. И внук сказал, я тоже, отпусти. А правнуки заметно повзрослели. И снова кровь горячая лилась, и родина краилась и рвалась, и брат на брата шел, а друг на друга. И стало черным молоко в сосцах, и стала черной кровь в людских сердцах, как антрацит, наш краснодонский уголь. Последний пласт из недоступных недр, наверх, из самой преисподней. История желает перемен, и крутит, крутит, крутит черный жернов. Мы стали черным хлебом на войне, а были, были золотые зерна. Елена Заславская, поэт из Луганска, приехала в Москву в группе донецких литераторов, чтобы презентовать сборник «Час мужества». Она родом именно из этого восточно-украинского региона. Донецк и Луганщина – край угля и металла, зерна и подсолнечника, и ее прекрасная богатая родина. Сегодня страдающая территория двух самопровозглашенных республик, которым, конечно, не выжить в одиночку. Судьба края тесно переплетена с древнерусской историей. Затем, несколько веков, это была часть Дикого Поля, когда огромная территория неразграниченных и слабозаселенных степей между Днепром и Доном отделяла русское государство от Крымского ханства. После для этих земель настали служилые времена вольного донского казачества, которое в XVI веке возвело сторожевые посты по местным рекам и не выдавало с дона беглых крепостных, за что и подверглось жестокой расправе от Петра I. Все бунтовавшие казачьи городки были разорены и сожжены дотла. И, наконец, этот регион тесно связан с масштабной государственной стройкой конца века XVIII, когда на юге России рождался новый металлургический центр. Первый литейный завод по указу Екатерины Великой был построен на реке Лугань. Он стал основой будущего города. В районе Лисичанска началась масштабнейшая для своего времени добыча каменного угля. В 1919 угольные месторождения были собраны в единое целое Донецкую губернию Украинской ССР с центром в городе Луганск. Начался советский период. 97 миллионов 500 тысяч рублей вложила страна в коммунальное и культурное строительство Даршиловграда. Дороги, которые нас выбирают, давно пролегают за пределами рая, за пределами дома, за пределами детства, где все знакомо. И с каждым ударом сердца мы удаляемся в лес, где с кисельными берегами, то ли Стикс, то ли Донец, то ли река, что зовется Луганью. И каждый из нас горячий отчаян. И мы то брасом, то батерфляем плывем, и каждый представляет, что он Чапаев. Мы станем рыбам удобным кормом, мы станем илом, мы станем торфом, мы станем мифом и анекдотом. Но кто-то все-таки выплывает. И слава Богу, пусть он продолжит свою дорогу. На ваш поэтический взгляд, чем левобережные украинцы отличаются от своих братьев на правом берегу Днепра? Ну, я бы так сказала, вот, почему в одной и той же ситуации разные люди поступают по-разному. Потому что для разных людей ценности разные. То есть, ну вот, самый такой банальный пример, это, наверное, вот самоубийство. У христиан это считается смертным грехом, а в некоторых религиях это даже за честь. И что является показателем ценностей, маркером? Это религия самый яркий маркер, это философия и это искусство. Вот из-за чего, собственно, вспыхнула эта война. Потому что нам пытались навязать чуждые нам ценности. Язык, культуру, других героев. Парковали голуби, расцветали яблони, белоснежным облаком у порога замерли. Светом осеянная, светом осененная, по земле израненной шла весна влюбленная. Светом осеянная и неопалимая, через все страдания, милая, счастливая, Шла без озлобления, позабыв про мщение, шла весна победная, шла весна священная. Расцветали яблони, ворковали голуби, под весенним знаменем воскресала Родина. Это стихотворение о весне 45-го года. Но, наверное, каким-то эхом оно отзывается и сейчас. А из-за вашей позиции, вашего отношения к этой войне, у вас не было каких-то побочных эффектов? Ну, было. До этого Майдана у меня было окружение преимущественно либеральных взглядов. И почти все мои друзья, ну, друзья нет, я четко разделяю, друзья, товарищи, приятели, знакомые, ну, скажем так, приятели, товарищи, многие знакомые, поддержали Майдан, оказались сторонниками Единой Украины, поддерживают эту так называемую АТО, антитеррористическую операцию, и своими поступками, и своими словами, и делами. Вот. Ну, соответственно, когда я высказала сначала, что я против Майдана, а потом стала осуждать действия украинских военных, которые пришли на землю Донбасса и обстреливают школы, садики, больницы, уничтожают мирное население, то, ну, не только в своих стихах, да, ну, и как там журналист, то это вызвало такую реакцию со стороны моих друзей негативную. Здесь в газете «День» были опубликованы мои стихи, и тут же мне пришли комментарии о том, что я русская националистка, сдохни, сука, подстилка террористов, и все в таком же духе, просто из-за того, что были опубликованы стихи. Эти русские мальчики не меняются. Война, революция, русская рулетка. Умереть, пока не успел состариться в 19-м, 20-м, 21-м веке. Эти русские девочки не меняются. Жена декабриста, сестра милосердия. Любить и спасать, пока сердце в груди трепыхается. В 19-м, 20-м, 21-м веке. Ты же мой русский мальчик. Война, ополчение, умереть за отечество. Ничего не меняется, ничего не меняется. Бесы скачут, а ангелы ждут на пороге вечности. Я твоя русская девочка. Красный крест, белый бинт, чистый спирт. В мясорубке расчеловечивания будет щит тебе из моих молитв. А весна наступает. Светущие яблони поют о жизни презревший тлен. Так, будто тоже они православные, русские. И после молитвы встают с колен. Расскажите о городе вашего детства, о той атмосфере, в которой вы росли, где начинались ваши первые поэтические опыты. Ну, мой родной город, это город Лисичанск. Его называют Колыбелью Донбасса, потому что там был найден первый уголь в Донбассе. И город Старий, это промышленный центр. Он был основан город в 1710 году. Там много заводов. К сожалению, сейчас почти все они пришли в упадок. Город этот на берегу Донца. Сейчас я не могу туда поехать, потому что он находится под украинской армией. Для меня это как оккупация. И для многих жителей города тоже, потому что мы поддерживаем связь. Вот эти 90 километров, возможно, можно проехать туда только через Россию. Чтобы попасть туда, нужно проехать 900 километров. И это тоже не стопроцентная гарантия, что ты туда попадешь. Вот там у меня бабушка сейчас и тетя, мама со мной. Ну, я там прожила 16 лет, потом поступила в Луганск. И с тех пор живу там. И Луганск уже тоже для меня родной город. Я там родила обоих своих детей, была счастлива, встретила свою любовь. Я там пишу, творю. Где те поэмы, в которых мы жили? Те, что жевали сердца и ломали нам кости. Мы рвались из всех сухожилий, стараясь вырасти в прозе. Мы их предавали, они забывались и тлели. Соседи и френды их растащили на строчки. Спрячь свою флейту и сбереги позвоночник. Я плачу от этих советов в своей одиночке. Неужто мы стали другими? Мудрее, трезвее. Сменяли дорогу и крест на удобное кресло. Ах, Венечка Веня, в хмурое утро похмелья В имя опять перевесила херес. Когда тебя станет невмоготу, Имя мое раствори во рту, Имя мое раствори в крови, Но вслух его только не говори. Так мне твое имя являлось во сне, Жарче огня, холоднее, чем снег. Не выпить, не выстануть, не прокричать. Казалось, от имени можно зачать. Достаточно лишь его вымолвить вслух, Как будто ты Бог и как будто ты Дух. Но я не готова, и ты не готов. Молчание золото, имя любовь. Расскажите про ваше первое творение. Как у Чуковского есть произведение «От трех до пяти», Он пишет, что каждый счастливый ребенок Пишет стихи. Потому что когда начинает осознавать, Что жизнь ритмична, Что вот дыхание — это ритм, Шаги — это ритм. Ему тоже хочется говорить в этот ритм. В общем, и так рождаются всякие стишки, Считалочки, которые на ходу Сочиняются, как Винни-Пух. «А кораблики уплыли, свои трусики забыли». Такая милая детская поэзия. У меня тоже такое, наверное, начиналось. Мне хотелось что-то сочинять, А дома это поощряли. Я даже складывала так как-то Прабабушкин платок, Изображая из него пианино. И вот пыталась как бы на ходу Что-то сочинять. Но потом уже какие-то первые, Более осознанные опыты, Связанные с тем, что В гимназии у нас был Кружок, литературно-музыкальная Гостиная юной романтики. И там моя учительница русского языка, Литературы, Лидия Пантелеевна, Дала мне первые уроки стихосложения, Именно как науки. А первое чтение мое было, Я вышла на сцену в гимназии, Увидела этот зал, Постояла, расплакалась и убежала. И этот страх вот перед тем, Как я начинаю вот, Ну прежде чем я начну читать, И ну как-то увижу, Что есть контакт, Он всегда присутствует. Для меня вот каждое выступление Это большое преодоление. А какое вообще отношение к поэзии У вас в краях? Насколько она востребована? На самом деле вот эти события, Они вызвали вот какой-то такой всплеск Творческий, как я считаю. Несмотря на то, что вот говорят, Что когда говорят пушки, Музы молчат. Иногда музы должны говорить, Чтобы выразить ту боль, Которая есть, Которую причинили очень многим, Которую ты просто не можешь терпеть. И музы должны говорить, Чтобы призвать к действию. В наших диких полях Маков цвет да ковыль, И окопы змеятся, Как черные ленты. И врастает солдат, Телом в новую быль, Стал героем посмертно. В наших диких полях Лебеда да полынь, Буйны головы, Буйные ветры, Мы с курганами рядом Поставим кресты, И мы новые сложим легенды. В наших диких полях, Что седы от золы, Почернели бессмертников стебли, Вместе с нами здесь лягут И наши враги, В нашей степи Донбасскую землю. В наших диких полях Маков цвет да ковыль, И окопы змеятся, Как черные ленты, И мы все, как один, Жизнь свою отдадим, Чтобы ввысь вознеслось Наше знамя победы. Вы каким-то образом Отвечаете себе на вопрос, Кто виноват и что делать? Ну, что делать? Жить дальше. Это жить по совести, Жить честно. И точно так же На своем примере Учить детей. И у меня была возможность, Меня звали остаться в Киеве, Но я не захотела. И одна из причин, Потому что я считаю, Что дети должны знать, Что такое хорошо, А что такое плохо, Что такое война, К сожалению. И что такое родина. И что ее нужно защищать. Нужно защищать свою историю, Свои идеалы, Свои традиции, Своих героев. Сердце всего лишь мышца, Почему же так больно, Так тяжко дышится, Под взглядом твоим спокойным. Сердце всего лишь орган, Граммов двести, триста, Почему же так дорого, Плачу за каждую систолу, Жить так невыносимо, Но что же мне остается, Все проснутся от взрыва, Когда оно разорвется. Лена, я знаю, Что в какой-то момент Вы с детьми уезжали Из Луганска в Одессу. Ну да, два месяца было. С июля, Часть июля еще была в Луганске. В сентябре я вернулась, А в октябре уже детей забрала. Я сказала, Как только прекратятся обстрелы, Я вернусь. А расскажите о ваших друзьях, Которые остались друзьями. Ну, на самом деле, Мне повезло в этом плане. Все самые близкие друзья Казались одних со мной взглядов. И мы друг друга, конечно, Поддерживали всячески. И получилось так, Что когда я вернулась в Луганск, После этого страшного лета, Мои друзья неделю как были там. Но связь была очень... Ну, мобильная связь Только восстанавливалась. И можно было звонить только С центральной улицы. То там несколько метров сто было. И коммуникации были очень затруднены. Ну, это вообще мне удалось Как бы дозвониться. Я сказала, что я в Луганске. Они не поверили. Я говорю, нет, правда. Я сейчас прибегу к вам в гости. И мы пошли друг к другу И разминулись. Ну, таки нам в этот день удалось Встретиться. И было еще несколько Таких совершенно прекрасных вечеров. И один из них тоже Мне хочется рассказать о нем. В моем доме электропечки Свет тоже, ну, как бы Постоянно отключали. Или были несколько дней Совсем без света. Соответственно, как бы Еду готовить не над чем. У друзей тоже не было света. Но зато у них газ был. И они звали меня на ночевку, Чтоб можно было есть, пить чай. Ну, и я приходила Несколько раз, ночевала у них. И вот однажды Был один из вечеров. Мы зажгли свечки, Играли в настольные игры Там какие-то, там, шахматы, уголки. Ну, и потом уже Темнело очень быстро. И... Потому что зима была. И один вечер мы посвятили поэзии. Читали стихи, читали... Ну, мне помнится, Гумилева. А мне потом на день рождения Они подарили эту книгу, С которой мы читали Свои любимые стихотворения. И на следующий день Уже они меня провожали днем. И я сказала, Вы представляете, Это, наверное, был первый вечер, Когда мы не говорили о войне. И вот это был... Был такой знаковый для нас день. Когда вот ни разу было не сказано Ни о войне, ни о политике. Вот это было такое вот Первое дуновение Восстановление какой-то мирной жизни, Которая возвращалась к нам. А в целом очень много людей осталось. И это... Ну, я считаю, Ну, те, кто оставались, Пережили или вернулись сейчас. И восстанавливают эту мирную жизнь, Восстанавливают город. Это герои. Вот, как я говорю, Вот есть герои, Которые там на передовой защищают нас. И есть герои, Которые рядом с нами. Это библиотекари, Которые заделывали стены библиотеки После попадания снаряда. И сразу же в сентябре Уже эта библиотека Начала принимать своих первых посетителей. Это актеры кукольного театра, Которые под бомбежками выезжали, Когда не было уже ни света, ни воды, ни связи. Просто вот куда-то, Где были скопления людей, Чтобы поддержать как-то своей игрой. Просто на улицах давали представления. Вернувшись в Луганске, Еще застала, Когда не было возможности Давать спектакли в самом театре, Когда их давали перед театром на площади. Это вот сотрудники музея Истории и культуры Луганская. Туда тоже было попадание. И как-то вот случайно Совершенно встретилась с сотрудницей, Которая рассказала о том, Что когда начали падать снаряды По этой улице, Она тогда сказала, Так, спасаем коллекцию. И вот за час до того, Как снаряд попал в музей, Удалось все вынести. Врачи лечат, учителя учат. Иногда просто не получают за это ничего. Кроме какой-то такой, я не знаю, Отдачи внутренней. А с какими чувствами вы сейчас Ходите по вашему родному городу? Во что он превратился? Просто боль была, Когда я в сентябре туда приехала. Сейчас уже, сейчас это незаметно. Только таблички. Мы открылись, мы открылись, мы открылись. Сейчас уже как бы город оправился По сравнению с тем, что было в начале. Это просто вот ком в горле был. У меня даже есть стихотворение, Такое белым стихом. Я в основном пишу с рифмой, А это вот как-то вот вырвалось. Наверное, оно у меня даже единственное, Которое написано в виде письма подруги. Как раз о тех чувствах, которые меня обуяли, Когда я увидела. Прочтите, пожалуйста. Дорогая Настя, Если бы ты только приехала в этот город И увидела его, Он как птица с перебитыми крыльями, Он как самолет в крутом пике, Он как человек с распахнутой снарядом грудью, И в горле становится ком, И мысли путаются, И в глазах соленое море. Но я все равно тебе пишу, Чтобы ты хоть на миг увидела его лицо, Постаревшее за одно лето войны На много лет. Дороги изрыты воронками, Провода висят, как оборванные струны, В стенах домов пробоины, Открытые раны, Пространственно-временные проломы, В прошлое, Мирное время, Во время, Когда мы были счастливы, Мы были вместе, Мы были. Помнишь, как мы катались на велике, Обгоняли маршрутки, А люди махали нам из окон? Помнишь, как мы писали картины, И писали стихи, И писали признания? Ты написала на моей двери, Дай сердцу волю, Заведет в неволю. Мое сердце блуждало, Мое сердце блудило, Мое сердце заблудилось, И никак не вернется домой. В моем доме без стекол холодно, Зато звезды заглядывают прямо в квартиру, Попить чайку со сгущенкой. Кошки возле домов сбились в стаи, Вороны в парках кричат так, Что слышно за километр. Собаки-бродяги не боятся людей, А как и люди боятся обстрелов. Свечки и спички стоят дорого, Мясо стоит дорого, Молоко стоит дорого, Но есть вещи совсем бесценные. Люди говорят друг другу «Здравствуйте», И это приветствие обретает старый смысл, Давно утерянный и затертый. Я знаю, что если я сегодня не отправлю тебе письмо, Завтра может не быть света, А может и меня не быть. Но засыпаю я все равно счастливой, И только по утрам мне все еще хочется плакать. Настя, приезжай. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова